Как часто бывает, осень застигает коммунальщиков врасплох. На дворе сентябрь, а в доме номер 19 по улице Фадеевы полным ходом идет капитальный ремонт крыши. Вернее, велся до того момента, пока не пошел дождь. Сняли старое покрытие, новое ничего не постелили и попали вот под этот дождь. Дождь – это еще мягко сказано. По словам жильцов, два дня назад на их дом обрушился практически водопад. Александр Нягу подсчитал, что за ночь вместе с женой вынес из квартиры 15 ведер воды. Вода текла именно то, что не просто капала, а текла. Ну и с женой по очереди, то есть часа два за ночь поспали там по очереди и все. Убирать квартиру пришлось в полной темноте. Вода залила от щитки, электричество отключили во всем доме. Но наутро коммунальная катастрофа только продолжилась. Александр отправил жену с двухмесячной дочкой к родственникам и стал звонить по всем инстанциям. По его словам, приехали рабочие, положили рубероид и уехали. Уже спустя несколько часов зарядил новый дождь и квартира оказалась затопленной во второй раз. Сказали, что утром приедут рабочие и будут заниматься. Вчера они приехали только в три часа дня, когда шел дождь. То есть я с ними поднялся два раза и там четыре человека с веником убирали крышу. В кое-каких местах, как говорится, запаяли и все. Александр не исключает, что при таком подходе к ремонту их квартира окажется в воде уже в третий раз. И такая ситуация в трех подъездах из пяти. Людмила Зуева без слез не может смотреть на недавно поклеенные дорогие обои и натяжной потолок. Вот швы и все отошло. Углы вот эти все намокли. Все это отошло. Здесь швы были, соединения, а теперь их нет. Пенсионерка недавно потеряла мужа. Сейчас ей сложно даже лампочку вкрутить. О том, чтобы сделать новый ремонт, даже думать не может. Помочь пожилой женщине обещают виновники коммунальной катастрофы. Компания «Ремстрой», производившая ремонт кровли. По словам представителя подрядчика Екатерины Чусовой, сейчас главное не допустить повторения ситуации и полностью залатать крышу. Сделать они это планируют сегодня-завтра. Где-то, может быть, мы будем материально решать вопросы. Где-то, если мы договорились, мы будем сразу ремонтировать, что необходимо. Юлия Ильичева, Илья Чечин, РНДВ-пилот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова